1 2 3 1 1 1 1 1 Окей, сейчас мы будем искать фотоаппарат и вообще посмотрим, что у нас на рынке в общем-то из предлагаемой техники но отталкиваться я буду от цены на среднеформатных асерблат X1D так как можно на ebay их купить за 200 тысяч, вот, и мы, собственно, посмотрим, чего у нас за 200 тысяч можно еще взять вот, ну, в общем, вот наш ebay, вот он наш хасельблат среднеформатный, наверное, еще никогда среднеформатный фотоаппарат не стоил так дешево, как бушный хасельблат вот, и при этом, при том, что он новый стоил 800 тысяч рублей, а новый x1, d2 или как он там, ну, вторая версия стоит 449 а в штатах, если смотреть, ценить без наценок, он стоит 350 тысяч, то есть у нас еще добавляется на всякие налоги целая сотка то есть 350 тысяч, это, ну, это прям даже вроде звучит как, ну, вроде даже как нормально вот, есть комплект, например, с объективом, где и фотоаппарат, и неплохой объектив правда, понятия не вижу, насколько он неплохой, но это все равно лучше, чем вообще никакого объектива то есть замечательно вот, ну, и всякие у нас тут предложения, предложения зеркальных хасельблатов, которые все распродают, но я бы не стал покупать с SSD-матрицы, так как SSD-матрицы перестали производить в общем-то, фирмы у которых хасельблат эти матрицы и покупал ну, там, Семиконтактор, например и там еще какая-то фирма есть, которая производит SSD-матрицы из-за чего и Phase One, и кассельблат отозвали обслуживание подобных продукций и поэтому, когда на Абитрах всякие всплывают типа Phase One Q3 за, там, не знаю, полтора миллиона со словами, да вы знаете, сколько стоит эта техника она нисколько не стоит, потому что в ней стоит SSD-матрица а значит, если у вас с техникой что-то пойдет не так то вы выкинули деньги на ветер, и непонятно кто и как он будет ее чинить ну, вот, как-то так ну, и да, я не понимаю вот эту вот зеркалку этой хасельблата, потому что у нее ручка это аккумулятор и вот этот факт до меня допер только спустя, не знаю, пять лет что вот эта вот ручка черт побери, это же аккумулятор ну, то есть я вот не представляю себе как можно, там, не знаю, час держать фотоаппарат за аккумулятор вот, пластиковый аккумулятор, там, рука будет потеть, но неудобно вот, короче, вообще привет какой-то просто сумасшедший вот, ну и хасельблата, в принципе, X1D тоже не отстает в этом плане, у меня нет крышечки аккумуляторного отсека потому что мы ее потеряем как заверяет нас глава ничего себе за полмиллиона непонятно вообще с чего это такая цена вот, тут какой-то непонятный ценник за 100 тысяч какой-то, на мой взгляд, разводил его HD4D ну, тут матрица ни о чем маленькая лучше пенток скупить так, 200, ну, в принципе ну, и, кстати, вот эти вот старые зеркальные хасельблаты также из-за того, что их, в общем-то, отозвали обслуживание и их теперь продают вот такие достаточно смешные ценники потому что буквально недавно вот такая же, вот такая же модель стоила там по 600, по 700 тысяч сейчас это 200 тысяч но и за такие деньги я бы не стал его покупать потому что на кой черт он нужен если он сломается, его можно будет только выделить вот, какая-то трата денег ну, вот, примерно 200 тысяч, короче можно на расследие форматный хасельблат единственное, что фотографии, например, на фликере они, мягко сказать, не вызывают доверие в качественности этого фотоаппарата вот, и удивительно, но когда я посмотрел эти фотографии вдруг стало понятно, что американцы снимают точно такую же чушь, как и мы не только они снимают Америку при этом это все то же самое так, я вот не понимаю, фликер вот тут чего, куда нажать надо, чтобы фотографию посмотреть с этой камеры почему они каждый раз одни и те же вот эта вот фотография, ну, такая типичная фото человека, который вышел на прогулку вот куда-то, вот куда-то посмотреть чтобы увидеть, что это среднеформатный цвет и там, color solution, что-то такое встроенные в матрицу, что-то там типа, фотография откровенно отстойна ну, ну, тут просто какая-то полная фигня ну, вот стройка ну, да, например, здесь светит солнце тут у нас вот темнота и короче, выглядит ни о чем ну, и всякая такая вот полная фигня блин, как-то свернуть как сделать крестик печально то, что я даже найти не могу нормальная фотография на хосерплата сделанная вот и красиво что-то все притормаживает с того ну-ка, пейзаж хасель и новый объектив, кстати говоря который стоит всего лишь штуку баксов беспрецедентная цена для нового объектива да еще и от хаселя плата вот, ну, что мы тут видим ну, а-а-а-а какая-то непонятная просто зеленая фотография ну, дуб ну, то есть вот этот не этот, пень в смысле, он вполне так должен быть выглядеть как пень а не как нечто покрытое зеленым зеленым фильтром здесь трава не такая пережевная но, я так понял это для первого хосерплата просто типичная картинка а-а-а здесь вообще то ли непонятный какой-то туман то ли чего это такое короче, в общем первых хосерплата непонятно так, теперь что у нас есть еще Panasonic первый Panasonic стоит 163 тысячи и, по-моему, он существенно подешевел на мой взгляд Panasonic S1 но это, конечно, лучший выбор из, в принципе, любого доступного беззеркального полнокадрового фотоаппарата это не Pentax K2 там не ну, только разве что он может тягаться с Nikon 850 но Nikon 850 он все-таки с зеркальными вот но, тем не менее на мой взгляд самая реально крутая камера так, сколько он стоит Panasonic 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 S1H стоит 281 тысячу и какие там у него хоть какие-то активистики с какого у него разрешения это за такую безумную стоимость 24 мегапикселя это вообще кошмар какой-то ну, то есть это нормально примерно но за практически 300 тысяч ну, так ладно S1 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 дороже, чем обычный Panasonic а у него какое-то решение звука ну, цены, конечно впечатляют просто впечатляет что-то камеры становятся все дороже дороже и дороже и дороже а ведь когда-то когда-то был Nikon D3s который столько денег не стоил а ведь он был топовым фотоаппаратом и сейчас до сих пор на мой взгляд очень хороший вот я на него снимаю ну ему подсвета получше но тут ничего не сделаешь так мне нужны характеристики 47 Мп блин это что вообще сумасшедшая так а как нагуглить цена сколько сколько стоил на старте Nikon D3s с денег не я даже не знаю как наглаз это в 2009 году блин буквально 10 лет назад 12 мегапикселей это было нормально сейчас 50 100 мегапикселей но цвета до сих пор нет ну что это такое блин так ну ладно может мы тут найдем процент так награды блин да вот где про стоимость ну что там по-моему то ли две штуки баксов стоило то ли что-то типа того сто шестьдесят восемь тысяч рублей это интересно какая-то видимо одна из очень старых цен нового это 200 тысяч то есть блин ну вот цены растут просто 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 чудовищно ладно что у нас есть кроме панасоника на что можно послинать сколько у нас стоят топовые они прикрыли никон так никон никон Z7 Z6 Зат чего-то так и топовый Nikon стоит сто семьдесят сто восемьде Но я все равно купил Панасоник, кстати говоря. С каким-то лютым переходником за 242 тысячи. Что не так с этими людьми, господи? Кто? Кто? Кто будет это покупать? Где эти безумцы? Вообще какое-то безумие. Окей, Pentax. 145 Z. Так. Ну-ка загуглим, сколько у нас на eBay их стоит. Так, 645 Pentax стоит... Ах ты собака! Блин, вот Pentax любят, вот просто любят капец. Он до сих пор стоит какие-то безумные деньги. При том, что он огромный. Зеркальный. На него кучу всякой оптики нанавешаешь. И эта собака до сих пор стоит вот не дешевле 200 тысяч. Черт побери. Как же хороший этот фотоаппарат. Просто удивительно. В отличие от Хасель Блады, который явно народ оценил, в общем-то, по заслугам. И ценник с 800 упал до 200. В четыре раза. При том, что Pentax подешевел только у двора. И то еще в зависимости от ценника. Давайте загуглим. Фритер с Pentax. Так. Нет, надо только уже 645 Z. Нихоя там 200k фотоаппарат стоит. Да, чувак. Да. Особенно смешно потом выслушивать всякие бритни модели, что она накрасилась и потратила кучу денег. Блин, ну вот открываешь Pentax и сразу нормальные фотографии. Почему так ты? Вот сразу, вот просто, просто нормальные фотографии. Открываешь Хасель Блад, там, я не знаю, как будто кто-то насрал тому, кто снимал. Прямо Брукера. Как после. Я даже не знаю. Ну почему так-то? Это тоже 645? Блин, ну хорош, хорош, собака. Все-таки цвет у 645, ну просто удивляем до сих пор. Как-то даже, я даже не знаю, он превзойден или нет. Цвет действительно очень толковый. Ну-ка, давайте посмотрим пейзажик. На пейзажах всех фотоаппаратов всегда обсирается. Так. Чуть-чуть розовой тучи, не нравится мне розовой тучи. Потерпеть не могу этого. Вот. Ну, конечно, не пленка с цветовой вот, пленочной, пленочной таким правдоподобным цветом. Но, на мой взгляд, очень красиво. Все равно. Все-таки 645 Петекс прям вообще. Блин, вы посмотрите, как выглядят всякие полицейские в Европе. Это ж просто какой-то ебучий рабаку, блядь. Что это, блядь? Вот. Вот что? Что? Блядь! Это! И при этом они все в кепках. Блядь, что за толпы и безумы. Окей, ты заодет как, блядь, терминатор какой-то непонятный. Нахера тебе? А где твой шлем? Зачем вся эта броня? Или чего? В шлеме жарко, что ли? Или что? Что не так-то, блядь? Что вот это вот такое? Вот эти вот три ребра жесткости они. Зачем? А вот эта вот дырка под пузо. И вот эта вот героин. А это зачем? Вот этот вот писюн выступающий, в котором рамка с каким-то номером. А это что? То есть вот это все выглядит настолько неудобно, что через все это вот даже вот ремень. Ни хера не писит, потому что просто какого-то говна тут понавешено. А вот это вот что за... Вот в плечо вот упирающийся вот этот элемент. Он прямиком с доспеха Железного Человека, что ли, у которого он представлялся в этом. Я не знаю, там какой-нибудь выход под газы от двигателя или там какая-нибудь вентиляция или еще какой-нибудь там. Я не знаю, ну... Нахера это все, блядь. Пиздец, сраный рыбакуповый. Посмотри, блядь, посмотрите на вот эти ноги, ебаный вырод, блядь. Просто ебануться. Вот просто, 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 блядь, ебануться нахуй. Почему подлокотник закрывает только заднюю часть руки? Ну, если тебя пырнут спереди... Где спереди защита? Блин, я не знаю, ихняя броня, она... С одной стороны, вызывает столько вопросов, что за дерьмо там творится, что полицейскому нужно одеваться вот именно так. Что за херня там творится? А с другой стороны, ты на это смотришь, блядь, что за дебил это все делал? Какой-то просто школьник, который посмотрелся, не знаю, комиксов в интернетах или чего. И просто на хуй вертол, как у кого-то говна просто лютого. Просто удивительно вообще. Ну, просто удивительно. Вот другие полицейские. Видимо, они такие прошаренные. И на них шлемы все-таки надеты. Так, ладно, давайте снова Хасибалатовский фликер поглянем. Вот он у нас открыт. Да. Вот ты на это все смотришь. Думаешь, ну и дерьмецо. Дерьмецо. Может это какой-то японский колорит, потому что вода здесь такого невероятного цвета. А вот эта зелень, она такая отвратительная, как и вся зелень, потому что этот корм явно какое-то дерьмо. Что прям вообще. Что прям вообще. Блядь, такая переженая просто картинка. Удивительно. Блин, не знаю, ну на Хасибалат такая вообще чушня просто нафотографирована. А там где не чушня, ты на это смотришь и не поймешь, что у человека руки из жопы просто. Или чего. Что это? Вот все задатки у этого кадра на то, чтобы получиться были. Надо было просто отойти вправо, чтобы вот солнце все-таки не светило прям в камеру. Посмотрите, он светит прям в объектив. И несмотря на это, фотоаппарат смог сделать хоть какую-то фотографию. И тут даже не поймешь, это вот хорошо или как вообще. Есть какой-нибудь нормальный техничный снимок, но блин, который бы не выглядел как понос какой-то. Тут у нас два снимка, непонятно. А этот чем отличается? По-моему, это один и тот же снимок. Просто тень выкручена настолько, что вся картинка вообще перестает иметь какой-то контраст. Блин, какой-то вообще говно просто нечеловеческое. А мой мат вообще, прям, прям, прям вообще. Чего, блин, не так с этими людьми? Так, давайте нажмем Panasonic. Фликеры от Panasonic. Ну ладно, SR1 возьмем. С1R я упал. Так, тут у нас есть целых... Вот написано, что тут целая тысяча фотографий. Да он только вышел. Да он стоит как... Я хуй знает как что. А тут уже тысяча фотографий, блять. Как так-то? Ебучий Panasonic почти что обогнал 645-й Pentax. Но только 645-й Pentax на рынке уже... Да не так это много, он, кстати, на рынке, он, по-моему, то ли 2015-го, то ли 2014-го. Он буквально недавно вышел. Все равно он буквально недавно вышел. Ну ладно, 4 года на рынке и всего 6 тысяч фотографий. Ёлки-палки. Блять, он даже хасилплату погнал. Ну ладно, это неудивительно. Капец. Вот, видимо, очень хороший фотоаппарат. Люди столько снимают. И покупают за 300 тысяч. Фотографии тоже какие-то... Ну так себе. Ну типа... Ну вроде типа хорошо, но что-то непонятно. У нас собака какого-то непонятного розового цвета. Еще вон вся какая-то непонятная розовая. Так, интенции снимают друг друга. Замок снят так, как будто он маленький. Даже не понимаю, как это... Как того-то снимал-то получилось. Но детализация, конечно, просто поражает. Действительно все очень детализировано. Даже во фликере. И это явно лучше, чем Canon 5DSR. Блять, листик выглядит просто как херная какая-то. Блин, но все равно это все выглядит так, что я бы лучше купил Pentax. То есть, глядя на это, я не могу сказать, вау, какие натуральные цвета. Или вау, какое, не знаю, какое что-то. Там как светопередача идет или типа того. По-моему, просто... Ага, пересвет. Чудовищный причем. Или что это такое? Нет, там нет, там нет. Нет, все-таки я думаю, что тут что-то явно не так. Фотографии. Вот. То есть, что-то как-то вот непонятно. Даже ЧБ какой-то вот выглядит очень... Ну, хер его знает. Короче, не впечатлен. Так, а может, если взять не S1PR, а... Кстати, там же вышел H, который тоже стоит до хрена денег. Нет, они его, наверное, не фотографируют во фликере. Все-таки он для видео. Так, ну ладно. Ну, у нас есть второй хасель упла. У нас есть второй хасель упла. Хасельблат. Так... Так... Ну, тут тоже... Какому-то вот этому... Чуваку его в руки дали. Он наснимал какой-то... Просто непонятно вообще, чего это. Куда смотреть? Куда смотреть? Что ты наснимал? Человечище. Так... Ну, ладно. Наверное, со вторым хасельблатом мы ничего толкового не увидим. А! Ну, есть, например... Для сравнения... То, что я недавно чуть не купил, но в новом из Minecraft ушло. Фэйз Ван 45 плюс. Ну, фликер, ёптю мать, а. Ну, ты же... Да... Да ёбаная, бля, в рот. Да пошел ты на хуй. Ну, фотографии мне открой. Чё ты, блядь, творишь-то? Гнида, блядь. Ой, что? Что это, блядь, за график? Ну, нахер мне искать график, блядь. Как у меня бомбит шоп от этих... От этих поисковиков. Они... Так... Они тупеют, блядь. С каждым днем, ёптю мать. Так... Ну, я хочу Фэйз Ван 45 плюс! А не обычный Фэйз Ван. Давай. Ну, что, блядь? Ну, что, 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 блядь, не так с этим сайтом? Я его, блядь, не понимаю. Просто, блядь, не понимаю. Вот. Сука, что, блядь, с тобой не так? Ну, 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 ну. Чё тебе надо? Ищи, падла, блядь. Господи, все, все, блядь, нахуй. Жопа просто выгорела. Вот. Это старый Фэйз Ван, 2000, по-моему, восьмого года. Кстати говоря, можно сказать, за травесник моего Nikon D3s. Большая матрица, 48 на 30, сколько-то там. Вот. Тоже старая SSD матрица. И, на мой взгляд, цвета у него самые приятные, такие самые сочные. Прямо зеленый-зеленый, там прям такое небо, все голубенькое, прям замечательно. К сожалению, Panasonic, который стоит, кстати говоря, гораздо дороже, чем бушный набор с этим Фэйз Ваном. На мой взгляд, такого великолепия в колористическом плане мне прям вообще никак не выдает. Ну и народ на него всякую, как ни странно, очень красивую красоту снимает. Ну, кстати говоря, вот зимний пейзаж можно сравнить. Где у нас тут зимний пейзаж. Вот, собственно. Ну, конечно. Тут она немного по-другому снята, но... Здесь все гораздо самобытнее. Вот белый снег, вот эта вот, я не знаю, зеленая елка. И... Кстати говоря, здесь-то снега нет, а тут он есть. Блин, прикольно какое место. Короче, вот здесь цвета гораздо более живут сами своей жизнью, чем на вот этой фотографии. Тут ты видишь, что, ну, вот эти вот стволы деревьев, они все тонированные, все какие-то одинаково зеленые, например. А этого, скорее всего, ну, скорее всего, это было не так. То есть, скорее всего, вот каждая веточка, вот на всех вот этих кустах, она там какая-нибудь красная, там какого-нибудь своего цвета, отлива. И скорее всего, вот это... Вот это вот все стволы деревьев, они не одинаково зеленого-черного оттенка, а все-таки все они разные. Здесь этого, к сожалению, нет. Да, снег белый, белый, да. Все остальное зеленое, почему-то зеленое. Вот эти вот кустики, вроде как должны быть вот веточки, то ли красненькими, то ли какого они там цвета, хер пойми. И они все равно все зеленые. И, гляньте, какое тут великолепие. Тут даже, например, вот эта часть, и, например, вот это там, не знаю, дерево, вот это. То есть, они все, ну, как бы сами по себе, ну, как и должно быть. От чего и любят пленку. Что в пленке есть цвета. Вот какая тут красотища. Я, например, вот такой кадр не знаю, как снять на свой ником. Потому что тут либо будет вода голубого цвета, а все остального хуйка никакого. Ну, короче, так красиво точно не будет. Так, что у нас у Пентакса 645-го. В принципе, Пентакс, можно сказать, почти не отстает. Он чуть-чуть суховат. Потому что, вот, например, вот этот пейзаж и все равно здесь вот эта вот дорога, вот это вот дерево, все в каком-то одном, такого, ну, в одном тоне. Вот остальные деревья почти что одинаковые какие-то вот. Оно разветвляется и тут вообще никакой самобытности нету. То есть, ну, понятно, что оно все должно быть, не знаю, черное на фоне вот этого великолепного неба. Но, тем не менее, то есть, оно как бы чуть-чуть больше должно быть в этом жизни. То есть, вот, например, вот здесь вот этот ствол дерева и, то есть, понятно, что это одни и те же деревья там, не знаю, ясень, сосна, я не разбираюсь в деревьях. Что они, говорят, как все одинаковые, но ты, как бы, по цвету смотришь, как будто вот из этого вот отсюда скопировано, вставлено сюда, скопировано, вставлено вот сюда. Как будто, как будто они все формы разные, не знаю, размером разный, но цвета у них у всех одинаковые. Вот в этом плохо. Не должно быть такого. Но все равно, все равно красиво, то есть. То есть, вообще, все равно красиво. Это гораздо лучше, чем то, что у Хаселеплата. Может, правда, люди, которые на Хаселеплат снимают, у них руки с жопы, но не знаю даже. Блин, какая красотища-то. Но все равно, вот, например, вот этот вот крида деревьев, а ты смотришь на них, а они все какого-то одинакового салатного оттенка, зеленого. Причем все вот прям вот этот вот кусок, он как будто, ну не знаю, как будто эту текстурку размножили, вот ее скопировали вот на полфотографии. Например, вот эта вот крида зеленых деревьев. Поскольку я жил в горах, то зелень, она выглядит не так как-то прожженно. Там каждое дерево, оно... То есть, это просто даже сидеть и рассматривать эти деревья очень интересно. Которые вдали, при этом так зрение настраивается, и ты в какой-то момент начинаешь даже видеть каждое деревце по отдельности. А тут ничего этого нету. Просто... Просто какая-то зеленая. Ну... Но все равно... Все равно пойдет. Так. Ну-ка, какие у нас еще фотоаппараты есть за 200 по 1000? Nikon. Ну-ка Nikon Z7. Nikon Z7. Давай Nikon. Ну-ка посмотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Все. Не понимаю, чего тут надо нажать. Итак, здесь почему-то всего лишь три пейзажа. И на Nikon Z7 уже наснимали 2000 фотографий. Ёлки-палки. Какая красота на Nikon снята. А вот, правда, пока что еще не понятно, но красиво. Бабочка. Отвратительно. Ни о чем. Вообще кошмар. Цветочек на фоне черного забытия. Дух там муха. Чей-то караж. Эх. Это ж типа чарджер. Эх. Эх. Причем, видимо, какого-то не самого старого года. 85-го или 9-го, что-то типа того. Ну вот, чарджер. Ну, по цветам вообще, короче, ни о чем. Может, это так за цветокорина, но что это за зеленый. Ну, короче, что-то как-то, ну, как-то чуть не очень. Так, какая-то чушь. Нет. Вот. При всем своем уважении к Никону, мне то, что я вижу, не нравится абсолютно. Потому что это очень сухо и... О, он кто-то постарался. Прям кинушника заснял. И все равно я бы взял, я бы взял Panasonic. Несмотря ни на что. Нет, я бы взял Pentax, конечно же, какого Panasonic. Так, что же у нас еще есть? Например... 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 Например, Hasselblad. Блядь, HD. Какого-то писать 3D. 39. Её, блядь. Давай вот... Вот это. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, короче, ладно. Так, Hasselblad. Hasselblad... Где оно, что-то, Авито? Так, на Hasselblad мы снимали 2000 фоток. Но я уже по вот этому пейзажу вижу, что это просто лютые пахли. Вот. Вот. Он у нас есть на Авито. На Авито он есть и стоит... Он есть и стоит... 120 тысяч рублей. Прямо сейчас. Здесь и сейчас. Среднеформатный Hasselblad. С объективом или нет? А, нет. Какой-то ростовщик продает. У него все дорого. Какие-то неадекватные денег стоят. Так, что-то все притормозило. Ну, нахуй. А, нет. Ой, блядь, тормозится. Эээ, слышишь? Ээээ, блядь. Ээээ, слышишь? Ээээ, блядь. Продолжение следует...